Самые популярные сайты с точки зрения Google, это интернет-магазины. В первую очередь, потому что в интернете мы хотим всегда что-то купить, для того, чтобы не идти в физический магазин. И поэтому по поводу интернет-магазинов идут вечные войны, как их делать правильно, какие интернет-магазины лучше, что лучше выбрать CMS или делать на самописи. Действительно, какие вариации интернет-магазинов дизайном и структурой нужно выбирать, какие нужно избегать, какие нужно допиливать. Об этом действительно многие сломали SEO-шники копий, SEO-шники насобирали кучу семантических ядер, перебрали выдачу, научились воевать с агрегаторами. Но сегодня мы знаем, что Google выкатил специальную рекомендацию относительно того, как нужно продвигать интернет-магазины. И сейчас мы пройдемся по этим рекомендациям, а также детально постараемся вам рассказать, что нужно знать для продвижения интернет-магазинов. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEO-квик. Поехали! Давайте задумаемся, где в первую очередь мы можем увидеть товары в интернет-магазине. Мы должны мыслить от покупателя. И соответственно, от покупателя мы должны понимать, где мы увидим товары в выдаче и где они продаются. Поэтому первое, что мы будем делать, мы пойдем найдем самый простой пример, что мы будем искать. Все знают известную настольную игру Monopoly и в ней нужно постоянно что-то покупать и мы будем делать то же самое. Давайте зайдем в Google и попытаемся ее купить. Мы выбиваем запрос купить Monopoly и конечно же, что мы видим? Мы видим рекламу, мы видим выдачу. Но давайте внимательно разберем. Реклама это всего лишь первый этап для того, чтобы поймать клиента. И эту рекламу вы не сможете настроить просто так, дав денег. Например, вашему контекст-менеджеру и сказал, настрой мне вот эту рекламу. Он скажет, у вас сайт не готов для того, чтобы показываться в этом рекламном блоке. Что для этого нужно? А для этого нужно сделать несколько шагов. Во-первых, вам нужно иметь активный аккаунт Google Merchant. Про это мы уже снимали отдельное видео. Вы можете посмотреть, как добавится в Google Merchant. Во-вторых, нужно настроить торговую рекламу, которая настраивается из фида этого Google Merchant и добавляется непосредственно уже на ваш аккаунт Google Ads. И про это мы тоже снимали видео и вы можете его посмотреть. И для того, чтобы показываться в этом рекламном блоке, вам нужно сделать сразу несколько шагов. И для этого нужно подготовить сайт с точки зрения SEO для того, чтобы даже настроить просто Google Merchant. Поэтому несколько шагов вам нужно сделать для того, чтобы попасть в этот верхний элитный блок. Едем дальше. Здесь понятно, ничего сложного. Здесь настроить можно простую поисковую рекламу. Это для этого вам нужен просто контекст-менеджер. Ну и соответственно, уже мы встречаем выдачу, но следующее, где мы еще можем встретить рекламу, то есть наше упоминание наших товаров, это Google карты. И вот это то, что не очевидно. Для того, чтобы попасть на Google карты, у вас должен быть активный филиал вашего магазина, желательно в вашем городе, в котором вы планируете продавать. Для этого можно сделать точку выдачи, можно поставить себе официальный магазин в каком-то торговом центре, найти недорогую аренду, например, где-то и открыть свою версию магазина. Это очень помогает продвижению. Фактически онлайн и оффлайн сейчас связаны. И продавать чисто в онлайне, не имея физическую точку, становится действительно сложно. И даже просто имея точку выдачи, можно получать гораздо больше продаж, чем имея просто классический интернет-магазин. И обратите внимание, что распознаются так называемые всевозможные теги, которые есть в публикации. Можно посмотреть, что же это имеется в виду. И вы можете увидеть, что люди обсуждают это в разных местах. То есть, есть описанная полностью публикация, то есть с этими тегами, которые есть на этом сайте. Точно также вы можете увидеть, что есть отзывы со словом, которые вы ищете. Оставленные отзывы на товары тоже подтягиваются непосредственно на вашей карточке Google My Business. Подтянутые товары можно сделать только при условии, если у вас Google Merchant связан с Google My Business. Про это мы тоже снимали отдельное видео. И, соответственно, все, что вы делаете на вашем сайте, оптимизируете товары, делаете отзывы на Google My Business может влиять на ваше продвижение. Даже по такому запросу, который кажется не очевиден. И как его продвинули, на самом деле проведена оптимизация Google карт и отдельно проведена связь Google Merchant с Google My Business вашего сайта. То есть, мы видим, что рекламу можно увидеть и даже в Google картах. Далее идет классическая выдача. Здесь мы не будем сильно уделять внимание, но мы видим запросы по картинкам. И если мы зайдем в запросы по картинкам, мы можем увидеть, что на некоторых товарах идет такой значок продукт. Такой значок продукт, и вы видите, даже где-то пишется в наличии, не в наличии. Это тоже связь Google Merchant, которую вы организовали с вашим сайтом. Если у вас хорошие картинки, соответствующие требованиям, вы будете ранжироваться еще и в Google картинках. Это недавняя фича. Ей всего лишь там пару лет от силы. Она у нас становится все более и более популярной, когда вы ищете какие-то конкретные товары. Google предлагает это в виде картинок. И по картинкам люди реально покупают, потому что при переходе на картинку можно увидеть сразу всю информацию, можно увидеть цену, можно увидеть рейтинги, можно увидеть, что это за магазин продают, какой бренд, какой магазин, вся информация. И конечно же можно перейти. И не стоит забывать, что поиск по картинкам на мобилках он очень популярен. И ранжироваться по картинкам надо тоже уметь. Обратите внимание, по картинкам выдача выглядит еще более крупно. То есть нету возможности посмотреть нижних. Понятно виден этот блок рекламы с объявлениями. Но вот мы видим наши товары и вот как они выглядят. То есть человек сразу видит всю информацию на своем смартфоне. Поэтому ранжирование по картинкам это третье место, где вы можете показываться помимо рекламы и помимо карт. Ну еще есть четвертое место. Многие не знают, но у гугла есть отдельный раздел, называется покупки. И если вбиваете вы запросы, связанные с покупкой, он может быть виден буквально сразу же. Поэтому здесь вот у меня, когда я вбил слово покупить, вот он идет на первом месте, покупки. И люди реально туда заходят и смотрят там товары. И ранжирование здесь тоже имеет свое место. Тут очень важно, чтобы вы попали сюда и хорошо ранжировались, чтобы у вас фит был не просто товар и цена наличия, а он еще имел правильно проставленную категорию. Да, мерчант сам подбирает категории, но мы рекомендуем, чтобы ваш программист интегрировал все категории мерчанта грамотно. И для каждого товара это то, что вы должны настроить. Поэтому наличие в четырех местах выдачи обязательно. Это мы еще не говорили про другие места, с которыми вы можете тоже столкнуться. Но Google выделяет именно эти места для выдачи, для того, чтобы продвигать свой интернет-магазин и свои карточки товара. Делите для себя понимание, что есть продвижение категорийное, есть продвижение товарное. И когда они отличаются тем, что есть наличие спроса. Если есть категорийный спрос, вы концентрируетесь на определение категории. Если есть товарный спрос, будьте готовы избирать огромную семантику товарную и за ней постоянно следить. Потому что товары в наличии есть, нет, появляются новые, туда что-то. Но это отдельная, как бы, эта механика работает со всеми ядром. Это такие нюансы, как-то из ложки уже. Есть совмещенные сайты, где и товарка, ну, электронная техника, айфоны, там те же телефоны, там ищут и категорийный спрос и товар. Это, наверное, самые сложные типы продвижения. Попробуйте сейчас с магазином смартфонов выйти в топ. Итак, мы поняли, что магазины могут показаться в разных местах. И продвижение теперь не сводится лишь только к выведению магазина на первые позиции. Иногда это не обязательно. И на то есть определенные причины. Потому что пользователи сейчас для товаров выбирают другие точки, где можно нажать и выбрать товар. Фактически это ударило больше по прайс-агрегаторам. Сайты, которые ассимилируют на себе цены и других поставщиков товаров, где тоже можно рекламировать себя и свои товары. В Гугле же у Гугла нету Яндекс Маркета, который он бездельно пытается вставить на первые строчки выдачи. Google создал отдельную площадку, где вы можете рекламировать свои товары, не переживая за крупных агрегаторов, которые занимают все первые места в выдаче. И действительно, теперь всего лишь дело за созданием интернет-магазина. Я вскользь пробегусь по ключевым параметрам, потому что я написал статью, которая посвящена как раз именно интернет-магазинам и созданию его. И уделю внимание как раз таким элементам, которые статью я пока еще не добавил, но в скорости добавлю. Это микроразметка и структура. Не стоит забывать про такие вещи, как статистика. Почему интернет-магазины популярны и каким вещам следует присмотреться. Давайте посмотрим на эту интересную статистику. И в этой статистике мне интересует, в первую очередь, что мешает покупателям покупать онлайн, а что вообще не мешает и наоборот требуется это поощрять. Мне очень нравится, что 58 процентов покупателей смущает оплата доставки. Да, все зависит конечно от видов товаров, но если у вас есть особые условия доставки и они дороже, чем у конкурента, скорее всего это будет мешать покупать ваши товары, если они есть в местном магазине, при условии, что они есть в вашем местном магазине. Они выберут в первую очередь его, чтобы не платить за доставку. Конечно же сейчас ситуация могла бы измениться, статистики уже почти полтора года, но все же это интересная мысль. Также проблема, с которой люди сталкиваются, это не имеет возможности пощупать товар перед покупкой. Никто не любит возврата, никто не любит заниматься этой ерундой. На самом деле, если нет возможности пощупать ваш популярный товар где-то, например, вы продаете какой-то эксклюзив, у вас будут проблемы. Вы не сможете продать новый товар, который только-только вот на рынке появился, не показав его в каком-нибудь шоуруме. И здесь очень неплохо действительно озаботиться об оффлайн поддержке вашего интернет-магазина. Договориться с каким-то другим магазином, чтобы у них товар лежал на витрине, чтобы они могли его потрогать, пощупать, выставить его под реализацию, все что угодно, если вы являетесь эксклюзивным поставщиком какого-то товара. Конечно же, это ожидание доставки. Никто не любит долго ждать. Если мы что-то заказываем, часто мы хотим купить вовремя. И самые большие негативные отзывы, если ваша доставка задерживается, если вы пообещали срок два дня, а она приехала через три. Причина простая. Многие люди покупают в последний момент и чаще всего что-то на подарок. И обычно все, что мы покупаем, это ради эмоций и событий. И здесь кроется самая большая проблема всех интернет-магазинов и большинства их негативных отзывов. Это иногда, даже когда у хороших магазинов хорошая репутация, просрочки с доставкой, проблемы с неправильно, не вовремя упаковали, не вовремя отправили. Самые сложные негативные отзывы, которые невозможно никак исправить, кроется как раз здесь. Вы не можете заменить эмоции. И конечно же еще такая же проблема, это трудности возврата. Сама по себе процедура возврата через интернет-магазин, она сложная. Вам не гарантируют, что вернут. Здесь уже больше идет вопрос репутации интернет-магазина. Если магазин странной репутации, не самый богатый, с маленьким оборотом, он может как угодно вам не возвращать товар, идти на любые условия, чтобы его не вернуть. И всевозможные черные списки разных пабликов пополняются как раз именно такими недобросовестными продавцами. И чаще всего они как раз находятся, не имеют даже своих нормальных сайтов. Они просто торгуют через инстаграм или чем угодно, потому что им проще создать новый и двигаться по новой. Ну и конечно же определенная проблема, это вопросы конфиденциальности. Вы покупаете что-то сегодня в интернет-магазине, а завтра вам названивают коллекторы, еще какие-то люди странные, какие-то мошенники и вообще, то есть ваш номер утек в какую-то базу данных. И здесь вопрос конфиденциальности кроется как раз именно в магазинах, которые имеют сомнительную репутацию. И иногда созданы для того, чтобы просто собирать заявки, а не продавать. Такие магазины, конечно же, тоже нужно уметь распознавать. Именно они мешают для того, чтобы люди продолжали активнее покупали онлайн. То есть определенные проблемы связанные с нечестностью, либо с проблемностью, неготовностью бизнеса доработать свои бизнес-процессы приводят к тому, что люди не хотят покупать онлайн. И если я сейчас назвал какую-то из проблем вашего интернет-магазина, она скорее всего кроется здесь. И все, что я буду рассказывать дальше про SEO-шку, возможно, вам даже будет не нужно, потому что ваши приоритеты кроются здесь. Потому что один из SEO-факторов это репутация, это отзывы. И если отзывы про вас будут плохие и строятся на вот этих проблемах, то, конечно же, вам будет сложно. Вы никогда не займете первое место, вы будете где-то в хвосте и продавать будет ваш конкурент. Но еще очень, что вы должны понимать, люди активно покупают онлайн, очень активно покупают онлайн. Они могут купить на диване, как вы видите, в ванной, в дороге. Покупают с учетом нехватки времени и покупают под чужим влиянием, даже есть небольшая доля. Но фокус заключается в том, что они покупают это чаще всего при помощи обычного смартфона. Они берут обычный смартфон и просто на нем покупают. И плюс следующий, который есть у всех интернет-магазинов, это простая навигация, удобство оформления заказа через смартфон. Я молчу про мобильную верстку, я молчу про скорость загрузки. Это вообще априори. Но вот эти два фактора, навигация удобная на смартфоне и удобный способ покупки на смартфоне, это то, что отсутствует на большинстве интернет-магазинов, которые часто приходят ко мне на продвижение. По причине они сделали только мобильную верстку, снизили скорость, а остальное оставили на потом. Но топ конкурентов, которые вы можете увидеть, имеют все эти пункты. И у них реализована и удобство корзины, и даже оплата онлайн, и поддержка оплат смартфона, там PayPass и Apple Pay, все это подтягивается автоматом без сложности. Но если ваш магазин этих функций не имеет, то вы не удовлетворите всех этих покупателей, которые любят оплатить, купить сразу. А таких много, которые любят оплатить сразу, получить электронный чек, не заморачиваться, получить срок. Я сам такой покупатель, я сам так покупаю, мне легче расствоваться с деньгами, если я знаю, что я не трачу эмоции на бесполезные выяснения отношений с интернет-магазином, а просто получаю то, что я заказал. И здесь я вижу часто неготовность большинства интернет-магазинов к тому, чтобы сообщать, даже иногда достоверное наличие, сообщать достоверную дату отправки, коммуницироваться на уровне онлайн сообщений и подтверждать оплату онлайн, выставлять там счет онлайн. Все это отсутствует у большинства интернет-магазинов. И я молчу про онлайн-кредитование, которое иногда подключено на большинстве магазинов в Украине, но отсутствует на большинстве других, которые приходят на продвижение. Поэтому эта статистика заставить должна вас задуматься, чтобы мы перешли к следующему этапу. Это структурным частями интернет-магазина, которые у вас должны быть реализованы. Я буду показывать на примере существующих магазинов и разбирать по деталям. Как только мы говорим про большой сайт, и тем более в миллионнике, качественное техническое состояние, что находится в индексе, скорость загрузки, дизайн, и потом уже смотрите оптимизацию. Сделайте нормально сначала все, потом смотрите, где у вас вхождение, где что. И то для этих нужд, придуманные текстовые анализаторы. В первую очередь, давайте разберем интернет-магазины, какую оптимизацию они делают. В первую очередь, хороший, уважающий себя интернет-магазин продвигает свой собственный бренд. И здесь есть определенные нюансы. Для того, чтобы продвигать бренд, вы должны, конечно, провести полный этап маркетинга и завершить это. Собственно, как сделал крупный бренд, например, Фокстрот. Да, он себе сделал свою страничку в Википедии. И в Википедию попасть тоже не просто так. Но если у вас есть известный интернет-магазин, вы можете написать свою биографию и добавиться, конечно же, в Википедию. Но для этого надо стать действительно мощной компанией и про вас должны писать какие-то несколько статей. Но если вы такой компанией не являетесь, можно довольствоваться малым. И давайте посмотрим, что есть из реализованного у интернет-магазина Фокстрот. В первую очередь, да, мы видим, у него такая большая, сильная шапка, тут много чего, всяких элементов. Давайте его сравним с ближайшим конкурентом, допустим, Комфи и посмотрим, что у них есть общего. Всегда надо сравнивать не один магазин, а несколько. И первое, что мы видим, расположение шапки, расположение вот элементов на шапке примерно одинаково. Вы должны понимать, я часто иногда вижу, когда начинают что-то переставлять местами, ставить в новых местах, пользователи консервативны, поисковая система тоже консервативна. Поэтому, если вы видите расположение у ваших конкурентов блоков примерно на тех же местах и вы создаете свой интернет-магазин, создавайте по той же кальке. Не давайте слишком свободы вашим дизайнерам, программистам, которые говорят, вот я нашел классную тему, мы ее поставим, у нас будет лучше. Люди не любят эксперименты, люди любят удобство. Если вы сядете в автомобиль, а у него руль будет посередине, это вызовет неудобство, коробка передач на потолке. Это будет неудобно, каким бы оно клевым не казалось на бумаге. Помните об этом и старайтесь выдерживать полностью картинку всю целиком. Для удобства мы сейчас сделаем, чтобы магазины показывались вот так вот рядышком и будем на них вместе смотреть. Сразу видно, что этот магазин не любит такое расположение, мы чуть-чуть его выровняем и сделаем вот так. Почему? Потому что есть такое понятие как адаптив. Давайте посмотрим общее, что мы видим. Мы видим, что у всех интернет-магазинов есть логотип, который является кликабельным обычно и ведет сам на себя. У Фокстротта кликабельность не реализована на главной странице, но она реализована на других. В этом легко убедиться, если перейти, допустим, в каталог, а потом попытаться нажать на логотип, вы вернетесь обратно. Для этих целей логотип и нужен. Нету кнопочки домой, которая привычна, есть иногда на древних темах. Она не нужна. Кликабельный логотип, запоминайте это. Второй момент, конечно, что есть у всех интернет-магазинов, это телефоны. Все-таки надо смотреть в Full Desktop, так будет лучше видно. Мы это будем смотреть вот так вот вместе. То, что мы видим, да, это то, что есть там телефоны, которые можно найти. Где у этого магазина телефоны? У него их, как говорится, нет. У Comfy есть горячая линия и это тоже можно увидеть. Вот как она реализована, телефон и горячая линия. При наведении допомога, тут есть мессенджеры и телефоны. У FoxTro тоже ситуация следующая. У них есть адреса магазинов, а вот тоже и маленькая горячая линия. Извините, вот она есть. Реализована точно также. Все мессенджеры собраны в специальном блоке. Они не заслоняют кучу мест, потому что место выделено под другие вещи. Кому нужно позвонить, он позвонит. Кому недовольный. Поэтому его так и прячут. Почему? Недовольный найдет, где надо, а довольному надо найти, показать то, что ему нужно, чтобы он долго не искал и не превратился в недовольного. Поэтому давайте вместе смотреть. Что мы видим? Мы видим тут топ предложения, скидки, адреса магазинов. Отдел у нас сделан товар дня. У второго конкурента, что мы видим? Магазины, акции. В принципе, схожие черты. То есть вы видите многие штуки. Есть сферку блок-модуля, на котором находится акция. Все интернет-магазины любят эту шапочку. Почему? Потому что здесь вместо акций крупные магазины всегда это место, вот эту тоненькую полосочку используют для акционного предложения. Почему? Потому что она сквозная на каждой странице. Она позволяет вам получить трафик на эти страницы. И вы должны понимать, что для того, чтобы продвигаться по этим страницам, вам нужно подготовить свой сайт и создать эти страницы заранее. Не нужно их создавать за день, за два дня. Их нужно реально создавать за несколько месяцев, а то и за год заранее. И есть определенный список этих страниц, которые вы можете сейчас уже создать. И на самом деле он не такой уж и сложный. Во-первых, это страничка черной пятницы. Она не за горами, на носу и отдельная страничка черной пятницы вам не помежает. Давайте найдем, посмотрим, как она реализована у сайта Foxtrot. Я уверен, что я ее найду в поиске. Вы видите, что она обозвана 2020. Почему? Потому что она прошла, но скоро она станет 2021. И ее URL не имеет года. Это первая причина. Во-вторых, она является всегда индексируемой. И Google ее распознает, как акционную страничку. Вот они вот, в ожидании черной пятницы. Собственно, что будет в черной пятнице в следующем году, вот это будет интересно. И вот, когда будет черная пятница. И вот, и собственно, она состоит 26 ноября. И видите, вот стандартный текст, который написан на следующий год. И он просто обновляется каждый год. Ее отправляют на переиндексирование, когда она будет изменена. На ней изменяют контент, добавляют его, меняют логотип и отправляют на переиндексацию. Это страничка, которую вы уже обязаны сделать. Какая следующая? Конечно же, Новый год. Новогодняя распродажа. Конечно же, всевозможные распродажи на Рождество. Ну, если вы хотите посмотреть, какие делают акции ваших конкурентов, у нормальных конкурентов есть обычно страничка с акциями, которые можно изучить и посмотреть. И если на вашем магазине такой странички до сих пор нет, вам будет очень сложно, потому что акции позволяют продавать любому посетителю, который даже просто пришел зевакать, посмотреть, что же у вас такое продается. Не целенаправленный покупатель из нижней воронки, а из верхней, который просто зашел что-то почитать. Сквозная акция на вашем блоге тоже может продать, потому что его может заинтересовать. А что же у вас это за скидки 70 процентов? Может просто посмотреть, а что вы продаете? У него может быть и не нужен этот товар, но именно благодаря скидке он может его купить. Поэтому сквозная баннерная полосочка на блоге это то, что в первую очередь нужно реализовывать как маркетологам для того, чтобы улучшить свой интернет-магазин. Заметьте, я еще пока про SEO не говорил. Но мы перейдем к SEO. И что Google говорит по поводу этих страниц? А Google рекомендует создавать эти страницы. И вот по поводу рекомендации Черной Пятнице он дает, соответственно, соответствующий контент. Как рекламироваться к Черной Пятнице? И вот мы можем вбить Черная Пятница в Google. Я уверен, что в Украине это еще не так популярно, но в бурже уже это имеет свой особый расширенный сниппет и акции, которые предназначены для этого. Но по запросу Черная Пятница вы видите кого? Интернет-магазины. И люди, конечно же, видят интернет-магазины, которые создали свою страничку Черной Пятницы. И вы видите, до Википедии их много, много интернет-магазинов создает свои странички Черной Пятницы. И здесь, как говорится, очень важно смотреть на детали. Надо всегда смотреть на детали, как реализованы эти акции, что с ними сделано. И я так скажу, у всех акций Черной Пятницы всегда большое количество скидок. Точнее, не скидок, а ссылок. Да, у всех страничек акционных, обычно такого типа, выстраивается грамотно линкбилдинг. И он не убирается. Это не арендный линкбилдинг. Это вечный линкбилдинг. По одной простой причине. Все ссылки вечные. От этого ваша страничка ранжируется лучше. И можно ее анкорить спокойно по анкору Черная Пятница. В компании такой-то проводится акция Черная Пятница. И анкорите Черную Пятницу. Трафик у этого запроса вы сами знаете, когда возрастает. Это легко проверить через Google Trends. Мы заходим в Google Trends и вбиваем наш запрос. И мы, конечно же, знаем, когда начнется ажиотаж. Интересует нас именно поисковый запрос. И обратите внимание, кураж начинается уже с начала этого месяца. Поэтому, когда это видео записывается, мы записываем в начале октября, уже начинают люди спрашивать. И спад темы заканчивается. Конечно же, уже 29 ноября полный спад темы. И, как говорится, она уже никого не интересует. Что же происходит в других странах? Давайте посмотрим, что происходит в России. В России, я думаю, динамика схожа. Только есть определенный нюанс. Вот небольшой спад, видите, вот идет вот этот период за несколько дней, потом обратно всплеск. Тоже вы видите, что начинается всплеск уже сейчас. Уже начинают люди интересоваться, что же планируется в Черной Пятнице. Поэтому Черной Пятницей точно нужно заниматься уже сейчас. Теперь следующий закон РОС. Новогодняя распродажа. И вы можете увидеть, конечно же, когда начинаются всплески, собственно, на весь период Нового года. То есть, можно новогодней распродажей начинать заниматься сразу после Черной Пятницы. Люди уже, которые купили все в Черную Пятницу, смотрят, а что же на Новый год. Вот. И рождественцы, там новогодние скидки можно проверить. Поисковый такой запрос. Аналогично вы видите, что всплеск начинается, вот именно начинает нарастать после Черной Пятницы. Поэтому мы рекомендуем уже заботиться о том, чтобы на вашем сайте существовали соответствующие странички. Для того, чтобы в них попадали ваши товары, вам нужно настроить теги для того, чтобы отображаться непосредственно на этих страничках. И здесь, если вы отображаетесь на этих страничках, то вы уже сразу можете присвоить определенный процент скидки к Черной Пятнице и запустить их, когда уже Черная Пятница грянет. Не, написать реальные скидки, которые будут на Черную Пятницу, там татататат, успей заказать, успей купить. То есть, вот она стартует с такого-то числа, вот день распродажи. Все безумные распродажи будут в этот день. Приходите, покупайте. Поэтому определенной практики точно нужно делать. И Google прямым текстом говорит, что нужно делать. Очень важно, один и тот же урл каждый год. Не меняйте урл. 2021-2022 не нужно делать. Урл один и тот же. Создавайте заблаговременно, чтобы робот мог это увидеть. Если не увидел, помогайте ему search консолью. И обязательно ваша страничка должна быть в карте сайта, что тоже некоторые делают ошибку и не добавляют карту сайта для ваших акций. Вот. И на главный сайте должна быть ссылка на распродажи. С главной нужно попасть сразу на распродажу, без каких-либо долгих переходов. Google прямым текстом говорит, что такие страницы, на которые будет максимальная посещаемость, даже в определенный период времени, должны быть доступны с главной. Вот. Ну и, конечно же, картинки высокого качества. Никаких плохих картинок ни в коем случае использовать нельзя. Это классическая SEO. Ничего здесь такого нет. И очень важно, для каждой рекламной акции должна быть отдельная страница. Какие существуют рекламные акции, я думаю, можно составить гигантский список, включая день рождения вашей компании. Вот. Обязательно в тайтле, в описании названия страницы, указывать реально год. Название такого-то периода и год. Изображение, относящееся непосредственно к распродаже. Картинки должны быть действительно теггированы, что это распродажа, что она продается. Можно делать в виде баннера, который на товаре сверху, там что распродажа, как угодно. На странице текст с описанием. То есть, очень важно дать description для гугла. Не description в мета-тег, а описание, текстовое описание на странице, к чему присвоена отдельная распродажа. То есть, не просто черная пятница и список товаров. Нет, напишите текст. Текст помогает поисковой системе понять, что это за страница. Возьмите реально ключевые слова, ответьте на вопросы, о чем озаботился даже вот наш магазин, который мы сегодня рассматриваем. У него написанный текст и это помогает ему аранжироваться. И реально текст написан хорошо. Есть все вопросы, ответы на них. То есть, их действительно грамотно написаны. Даже если я понимаю, что заказывали какому-то копирайперу, который налил воды сюда, но текст написан грамотно с точки зрения SEO. Такой текст тоже нужно добавить. Вот. И очень важно всегда уделяйте внимание на то, что у вас нюансы, юридические нюансы, какие товары входят в распродажу, почти до какого срока действует распродажа. То, что нужно для того, чтобы если у вас будут споры, всегда лишний раз сослаться, что там было мелким шрифтом написано то, что нужно. Вот. Также очень важно регистрировать свои рекламные акции в Google Merchant. В Google Merchant тоже можно регистрировать акции и добавлять мероприятия. И мероприятия можно добавлять также у себя на карте Google My Business. И это тоже делается в специальном функционале. Вы можете создать мероприятие и указать ссылку на эту акцию. Это поможет поисковой системе понять, что у вас сейчас проводится акция. Как добавляется мероприятие, мы рассказывали в уроке, как работать с Google My Business. Второй ключевой особенностью, помимо хорошо оформленной шапки сайта, является его структура. Структура любого интернет-магазина, она содержит в себе так называемые типовые страницы. Это классический каталог товаров, навигационное меню, которое позволяет перейти к нужному товару. Поиск, который позволяет быстро найти нужные товары. Например, мы будем искать iPhone 13. Он позволяет сразу найти нужные. И умный поиск, это тоже, что нужно реализовать. И не нужно ограничиваться полумерами. Делайте хороший поиск, который реально поможет пользователю найти нужные товары, а не будет сделан по принципу вы ошиблись буквой. Я ничего не нашел. Поиск должен реально помогать людям. И помните, что люди со смартфона, чаще всего набирая определенные слова, будут тыкать в подсказки. Функционал подсказок тоже нужно реализовать. Да, вы можете сказать, что это сложно, но, как говорится, нет ничего невозможного. Если ваши конкуренты сделали, повторите за ними, у вас уже есть реально рабочие ТЗ. Просто коперните себе ТЗ и скажите хочу так же. Да, вы можете столкнуться сейчас с возросшими ценами на разработчиков, но в противном случае в интернет-магазин открывать нет смысла. Почему? Потому что зачем создавать магазин, который не будет продавать. Поэтому думайте о тех вещах, которые вы видите, и старайтесь их реализовать. Потому что лидеры рынка все это реализуют. И для того, чтобы стать лидером, нужно просто создать интернет-магазин, похожий на лидеров рынка. Поиск, как я сказал, само собой каталог товаров и реализованная структура, которую так всегда стараются собирать сеошники, собирая сложные семантические ядра. И, например, если мы зайдем в структуру как раз сейчас конкретной странички каталога, мы, как сеошники, изнутри глянем. Давайте микроразметку этого раздела. Валидатор микроразметки позволяет посмотреть сразу все вживую и всю вашу микроразметку изнутри. И что мы видим? А мы видим всего-то две микроразметки. Хлебная крошка и часто задаваемые вопросы. И многие спрашивают, а нужно может какие-то еще добавить? А на самом деле не нужно. По рекомендации Google в микроразметке есть только определенные требования и остальные могут казаться лишними. Какие структурные данные нужно на самом деле для интернет-магазина? Google это дал в своей статье. В первую очередь на главной должна присутствовать local business. И вы должны, соответственно, ее себе добавить на главную. Для непосредственно вашей карточки товара должна стать микроразметка product. И здесь, само собой, ее достаточно. Review должна стоять на разделе отзывов. Для того, чтобы пользователь понимал, Google, чтобы понимал отзывы, которые оставляются под вашими карточками товарами, должна стать микроразметка review. На всех инструкциях, которые можно сделать под карточками товаров в специальном разделе, ставится микроразметка how to. Ее можно делать на отдельном блоке. Можно делать в виде подблока карточки товара, в виде дополнительного урла в карточке товара. Факпейдж делается как раз для этих самых задач. Для категории идеально. Вы можете делать факпейдж. Хлебная крошка. На всех страницах, кроме главной. Запоминаем. Website. Это позволяет поставить непосредственно на главную. Для того, чтобы вывести сайт-линки непосредственно в вашем сайте. Ставится микроразметка website. И video object. Нужна микроразметка для того, чтобы Google понимал ваши видео, которые есть в ваших карточках товаров и, возможно, в ваших статьях блога. Обратите внимание, что микроразметки article нет. Потому что микроразметка article для интернет-магазина Google читает не такой популярной и не такой полезной. И она нужна реально для раздела блога. Блог многие интернет-магазины сейчас начинают выносить на поддомен. И мы, возможно, тоже будем пересматривать эту стратегию. Переносить блоги на поддомен. Потому что у Фокстрота блог перенесен на поддомен. У всех крупных интернет-магазинов они его перенесли на поддомен. Google начинает серьезно относиться к ранжированию главного домена как основного сайта и позволяет создавать его даже поддомены на разные регионы. Ну, вполне себе считаю, что люди адаптируют свои сайты через поддомены. Возможно, это сейчас такой тренд. Мы по этому поводу еще наблюдаем. Точной точки зрения на этот повод нет. Google любит как подпапки, так и по странному иногда показывают поддомены. Мы это замечали в российской выдаче. Но самое интересное, что блоги для того, чтобы они не мешались в разных версиях сайтов, выносят на поддомен, чтобы не заморачиваться в какой версии папки будет находиться статья. И как раз это и заметно. Следующий момент, что вы должны быть знать по микроразметке. Микроразметку всегда нужно проверять. Она должна быть установлена без ошибок. Как правильно смотреть микроразметку при помощи этого тула. И, конечно же, когда вы будете давать задачку программисту, вы можете воспользоваться ссылочкой, которую я как раз вам показал, для того, чтобы дать задачу микроразметке для вашего программиста, чтобы он ее внедрил. Поэтому здесь нет ничего архи сложного. Это можно сделать еще задолго до того, как вы передаете сайт на продвижение SEOшникам. Просто на этапе разработки сайта знать про эту микроразметку. Итак, для того, чтобы мы ранжировались нормально по всем четырем факторам, где мы перечисляли. Это поиск, непосредственно товарчики в поиске, ранжирование по картинкам, ранжирование в Google картах и для того, чтобы там ранжироваться в бурже, например, Google Lens. Да, такой функционал есть тоже. Вам нужно всего лишь-то немного настроить несколько видов микроразметки, которые являются ключевыми. В первую очередь, это микроразметка товаром. И эта микроразметка продукт или товары, да, собственно, она так и называется. Она является ключевой для интернет-магазина. Она является особенной для интернет-магазина. Она может не использоваться на других сайтах, но интернет-магазинов она должна использоваться всегда и постоянно. И информация о продуктах вытягивается в первую очередь как раз из ваших товаров. И, собственно, все, что написано в рекомендация google на самом деле рекомендуется вот даже есть там условия доставки которые можно вытягивать тоже если они у вас прописаны следует помнить что это работает не во всех странах и может как говорится если вы работаете буржа но требуется обязательно то есть этот пунктик не пропускать для буржа ни при каких обстоятельствах ну и по поводу добавления структурированных данных есть соответствующая справочка где вы можете посмотреть как делается для страницы с одним товаром микроразметка или допустим как делается с товарами сведениями о доставке настроиться та же микроразметка и страница в сервисе сравнения цен есть отдельная микроразметка если вы все-таки решили создать свой агрегатор да вы можете иногда работать с другими поставщиками вам нужно подгрузить допустим бушные товары от пользователей которые продаются и это позволяет это сделать микроразметка таблица в сравнении сервиса цен да есть такие случаи когда у вас люди выставляют тоже свои товары. И вы должны размечать в микроразметке продукт каждый товар в отдельности, а не категорию или список. То есть, соответственно, многие это делают, и за это, собственно, Google это не рекомендует делать. Товары для взрослых размечать можете, но это не рекомендуется. То есть, ну, как бы Google их не будет показывать, вы не будете ранжироваться по этим товарам. Вы должны это тоже понимать. И, собственно, отзывы товара в разделе персонали team должно быть конкретно, корректное имя автора отзыва. Ну, и, соответственно, вот и даются рекомендации, да, как не рекомендуется делать и как рекомендуется. Для того, чтобы попасть в Google картинки, вам нужно обязательно добавить у картинок, соответственно, для картинок добавить tag image, name, price и price currency. И тогда вы будете показываться. Ну, и, соответственно, в сопутствующих товарах еще нужно доступность, не забыть, указать то самое наличие. Вот. По поводу среднее сведения о доставке, собственно, есть отдельно, как указать, что доставка является бесплатная. Или, допустим, если вам нужно указать регионы, в которых доставка невозможна. Это точно также можно реализовать. Вот, например, другую страну вы не доставляете. Вот. И, соответственно, полная детальная информация доступна сразу вся здесь. Как она прописывается, примеры добавления тега. Фактически все, что есть на схеме.org, перетащили непосредственно сразу в справку Google. Вот. И вы должны понимать, что после первого размещения структурированных данных, проверьте себя показ в расширенных результатах непосредственно в Webmaster. И в 10 исправления, проверьте сканирование и проверьте результаты. Валидатор микроразметки позволяет проверить это задолго до этих этапов, чтобы проверить отладку, правильно ли у вас все настроено или нет. Микроразметка Product, обязательно микроразметка для интернет-магазинов. Следующая микроразметка, которая обязательно нужна для того, чтобы вы нормально себя чувствовали, вам нужно иметь себя в Google My Business и правильную разметку местная компания. И желательно, чтобы данные между этими двумя площадками совпадали. И желательно, чтобы Google My Business ссылался на ваш сайт, чтобы ссылка была такая, как она есть. Иногда делают ошибку, ссылку делают с HTTP, то есть давно когда-то реагировали, а сайт переехал на HTTPS. И такая глупая ошибка встречается до сих пор. И иногда даже не забывают настроить редирект. В итоге существует два разных сайта. Это не даст вам возможности их получается склеить между собой. Укажите актуальную ссылку на ваш сайт. И еще помните такой нюанс, что иногда злые конкуренты могут вам заходить и менять вам данные, там типа по просьбе пользователей, что данные изменились. А если вы вовремя не реагируете на эти изменения, соответственно, они меняются со временем. Такое тоже может быть. С местной компанией все очень просто. Есть общее правило, как пооформляется местная компания. Есть необходимые поля, которые нужно добавить. Обязательные часы работы. Обязательно нужно добавлять, если у вас есть несколько филиалов. Вот и, кстати, этот нюанс, когда вы работаете в нескольких городах, это все это делается через специальную микроразметку. Вот. Ну и есть определенные нюансы, с которыми вы должны столкнуться. Как работает микроразметка Local Business? Точно также справочка вся есть перед глазами. Еще по поводу изображений. Убедитесь в том, что изображение находится в нужном разделе. Если это статья article, то изображения должны быть в теге article. Если это мы говорим про товар в продукте, то, соответственно, и имидж должен быть в продукте. И, соответственно, в новостях, news article, должно быть в news article, соответствующий тег-имидж. Имидж присутствует сразу в нескольких вариациях. Вы должны это понимать. Вот. И, конечно же, ни в коем случае не закрывайте ваши картинки от сканирования и индексирования. Проверьте свой робот. Поэтому иногда бывают ситуации, что вы закроете свои картинки от индексации и таким образом потеряете ранжирование по картинкам. А ранжирование по картинкам дает свои продажи. Вот. Итого, на что нужно обратить внимание, это строка навигации. Она существует на всех страницах, кроме главной. Breadcrumb List, та самая микроразметка, ставится как раз именно на все страницы. Как она добавляется? Очень важно сделать так, чтобы сама разметка присутствовала у вас на самой странице. То есть, сами элементы этой микроразметки должны присутствовать, быть кликабельными и вести на предыдущую версию страницы. Иногда бывает, что у вас эта страница не существует, вы ее забыли сделать. Поэтому нужно заботиться о том, чтобы эти все разделы были кликабельными. Последний раздел может быть не кликабельным, как яркий пример здесь. Если мы перейдем в любую страничку товара, вы видите, что мы попали весь путь. Предыдущие пути стали кликабельными, и этот стал уже не кликабельным. Иногда может оказаться ситуация, что ваш товар может каким-то макаром лежать в двух позициях. Вам нужно приоритетно выбрать одну. То есть, она должна быть одна. Иногда бывает, что у вас одно и то же платье принадлежит к одному типу пути товара и к другому типу пути товара. Это на самом деле не рекомендуется, но иногда такое бывает, что к нему можно попасть разными способами. Но хлебная крошка должна быть одна, а не две. Иначе это будут два разных товара, дубли, которые вам попросту не нужны. По поводу структурных описаний строки навигации я вам детально рассказал. По отзывам. С отзывами, вот на отзыв на товар, вы должны понимать, что с товаром отзывы часто отсутствуют. То есть, иногда нет отзывов под товаром. Соответственно, надо, чтобы эта микрорезметка отзыв грузилась, когда контент появляется, то есть, когда появляется тот самый отзыв. В идеале, конечно, чтобы на каждый товар был хоть какой-то отзыв. Поэтому иногда многие идут на ухищрение и пишут эти отзывы под каждым товаром. Иногда пишут там вопрос, иногда пишут отзыв, и многие путают вопрос и отзыв. На самом деле, надо писать реально отзыв, потому что для вопросов и ответов рекомендуется в карточке товара создать отдельный раздел. И там надо question и answer ставить другую микроразметку. Но для отзыва, именно по полноценной публикации отзыва ставится своя микроразметка, и она должна присутствовать. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши отзывы подтягивались в функционале, когда люди ищут товары вытягивали отзывы, то, конечно же, вам нужно не забывать об этом. Как ставится эта микроразметка review и не забыть ставить те самые звездочки, aggregator. Как делать инструкции? У любого товара есть инструкция. На самом деле, не все интернет-магазины заполняют это поле, но она, как говорится, по умолчанию задумывалась, что есть у любого товара инструкция. Она может присутствовать в виде статьи, а может присутствовать в виде отдельного линка, который там есть в карточках от товаров. Не у всех она присутствует, но она есть. И микроразметка how to как раз используется для того, чтобы сделать себе эту самую инструкцию. И если там инструкция как включить, как выключить, допустим, айфон, вы можете сделать в разделе полезное, то этот раздел полезное нужно снабдить именно вот этой микроразметкой. Не article, а how to. Google к этой микроразметке относится более позитивно, на самом деле, к вопросительным вопросам вокруг этого продукта и чаще показывает их в выдаче. Обычные статьи могут показываться реже. И вот здесь вот за рубежом эта информация актуальна. У нас же в силу непопулярности этой микроразметки статистика более размытая. Обычно стоит у всех article, все пилят это в блог и этого достаточно. На самом деле по грамоте в блог должен быть в блоге, на отдельном поддомене. А микроразметка how to это специализированная микроразметка для всех статей на вашем интернет-магазине. Ибо вторая микроразметка это review, где вы пишете отзыв на продукт, обзорный отзыв на продукт, который пишется на ваш товар. Можно делать в виде вообще отдельной страницы, отдельный отзыв, который вы пишете в виде обзора. Часто задаваемые вопросы. Та самая микроразметка, которую мы встретили, где в категории? Поэтому категория содержит всего два вида микроразметки. Это конкретно товар и вопросы. Выглядит это обычно так. Разворачиваемые вопросы, которые можно посмотреть и размечены этой самой микроразметкой фактпейдж. Про фактпейдж мы снимали отдельное видео, вы можете его посмотреть на нашем канале. Это видео не такое уж сложное, а мы тогда только раскрывали эту тему и google активно это сейчас развил. В выдаче в итоге вы получаете такой красивый расширенный сниппет. Да, надо же посмотреть. Вы получаете два из выбранных вопросов показываются для этой странички. Поэтому микроразметка фактпейдж тоже очень и очень хороша. Следующее, что вы должны размечать, это окно поиска по сайту. Да, то самое окно поиска, оно тоже должно иметь специализированную микроразметку. И она ставится специально, то есть через веб-сайт, микроразметку, для показа этих результатов. Тогда она будет показываться, эта микроразметка поиска будет показываться на вашем сайте. Можно легко проверить. Микроразметка веб-сайт одновременно отвечает еще и за показ быстрых ссылок. Но самое забавное, что у Foxtrot мы это не увидели. Мы сейчас выбьем вот так, по этому запросу. И сейчас должно подказать нам поиск. Да, вот сейчас в таком случае поиск показывается. И вы видите, вот окошко поиска, оно выводится, если это размечено специализированной микроразметкой поиск. И веб-пейдж отвечает также за показ быстрых ссылок. Она должна быть установлена на всех сайтах, по умолчанию она главный. И этот веб-пейдж отвечает за то, что быстрые ссылки автоматом подтягиваются. Ну и последняя микроразметка, которую вы должны знать, это видео. Если вбить любой запрос, допустим, там продвижение сайта, например, услуг, не знаю, там просто продвижение сайта, и зайти во вкладочку видео, вы замечали иногда, что здесь встречается не YouTube. То есть вы видите, что здесь встречается не YouTube. Почему? При клике на это видео я на самом деле попадаю на какой-то сайт. И это делается для того, чтобы пользователь попал на сайт, узнал, как бы уже там посмотрел это видео. Или, например, если вбить белые методы продвижения, да, запрос, соответственно, вы увидите ролики, да, которые идут на YouTube, потому что под это нет статьи. Но если вбить, как правильно гуглить, или там, а, сори, вы попадете, да, снова на статью, ты поиска Google, то вы попадете на статью. Обратите внимание, как правильно гуглить. Показало видео, а секреты поиска Google показало статью. И на самом деле один и тот же ролик, но он расположен в статье по, собственно, по такому заголовку. И здесь микроразметка Video Object как раз позволяет это проверить. Вы можете проверить в микроразметку на этой статье, и вы увидите, что ролик размечен. И он размечен, и таким образом Google его выводит в разделе видео. Вот он, Video Object, микроразметка. Люблю информационное продвижение. По-моему, там два основных преимущества. Первое – это то, что можно выбирать действительно низкоконкурентные ключи. То есть если мы идем в услуги, то услуги всегда высококонкурентные. Товары, но обычно тоже конкурентные. Если мы берем какую-то инфотему, связанную с товаром или услугой, всегда можно найти какую-то нишку, в которую можно зайти и собрать там трафик даже молодому сайту. Это первое. А во-вторых, почему блоги снова стали, мне кажется, очень популярны, потому что появились трафиковые факторы, такие ярко выраженные. Сейчас очевидно, что чем больше трафика на сайте, тем лучше он в поиске отображается. И этот трафик надо чем-то нагонять. Его можно нагонять YouTube, можно нагонять соцсетями, можно нагонять имейлом, но можно нагонять блогом. То есть можно делать, опять же, те же самые низкоконкурентные статейки и первичный трафик первоначальный делать за счет блога. И потом те коммерческие запросы, услуги, товары, они будут значительно легче идти в топ. Поэтому блог вообще, штука классная, но к сожалению, к сожалению, в Рунете многие компании, интернет-магазины, они делают блоги, ну просто под ключи, то есть не делают нормальный контент, просто 2000 символов под ключ. И это, конечно, не работает. Ну и напоследок я бы хотел поговорить о структуре интернет-магазина. Весь интернет-магазин для SEO-шки это огромный каркас категорий, подкатегорий, которые реализованы в виде фильтров. Если мы вернемся к нашему магазину, который мы смотрели, мы можем увидеть, что у него это все реализовано и за счет этого он ранжируется и ранжируется на высоких позициях. Если мы зайдем в любую категорию материнского уровня, например, смартфоны, у него мы увидим там выбор, допустим, ключевых смартфонов. Мы, конечно, зайдем, допустим, в все категории как раз этого смартфона и мы увидим фильтры. Если я, допустим, нажимаю на Samsung, обратите внимание, вот очень так вот внизу заметно URL. При нажатии на этот URL, да, произойдет, собственно, фильтрация. То есть, вот я нажимаю на этот фильтр и даю, я могу его там вывести и он показывается. Меняется URL этой странички. Для поискового робота, что очень важно, эта страничка видна и поисковый робот при переходе фактически эту страничку посещает. И все эти странички URL, они отмечены как раз здесь. Многие, когда ставят фильтры, не делают этот функционал. И таким образом фильтры не подтягиваются. Если вы заметите, то есть вот, например, вот у отдельных в пересечении странички нет фильтра, это нормально. Но, например, вот у этих страничек фильтр был. Поэтому мы сейчас вернемся обратно на главную, проверим у Samsung было ли и, соответственно, проверим Xiaomi. Если я навожу Xiaomi, у Xiaomi фильтр есть. Не для всех пересечений создаются фильтры. Для того, чтобы не выжигать семантику. Но для нужных пересечений фильтры существуют и поисковая система выводит их на эти странички фильтров. Обратите внимание, что на самом деле у нас меняется. У нас меняется title, у нас меняется description, у нас меняется URL и, конечно же, у нас меняется h1. Конечно, он здесь сгенерирован роботом и выглядит некрасиво. Другие магазины в этом плане заморачиваются посерьезнее. Я об этом писал статью. Ссылочка на статью, конечно же, будет в описании. Как собираются все эти этапы, как формируется семантика и как реализуется страничка фильтров. Более детально рассказано как раз в нашей статье. Вы это можете почитать. Каким образом генерируется таким title, description, URL. Все это мы разбирали на уже известном многим магазине и как раз это все реализовано, как реализуется фильтрация по этим рубрикам. Этот нюанс многие не уделяют на своем интернет-магазине, а на самом деле это ключевая особенность для его продвижения. Об этом мы поговорим в заключительной главе. Ну и, конечно же, мы переходим потихонечку к линкбилдингу. Линкбилдинг для интернет-магазина, на самом деле, здесь существуют разные толкования, как двигать интернет-магазины белыми методами, серыми методами. Я буду преимущественно смотреть, как двигаются мощные конкуренты и говорить, анализировать их стратегии на примере как раз вот сильного магазина, который мы будем анализировать первым. Первое, что мы видим, интересная ссылочка, сделанная на картинку логотип на главную страницу с сайта службы доставки. Это навевает на мысль о том, что можно делать партнерские ссылки на компаниях, которые занимаются вашими услугами. По-любому, у них есть такие странички, которые размещают ссылки на вас, как на партнеров этой службы доставки. Если вы заключили партнерские соглашения, попросите, чтобы ваш логотип сделали ссылочкой на вас. Да, я понимаю, их может быть много, но, кстати, хорошо присмотреться не к каким-то крупным сервисам доставки, а к мелким, возможно, как вот и есть вот этот пример, это Mist Express. Mist Express это не самая популярная служба доставки в Украине, но она имеет право на жизнь, у нее хороший сайт, люди не пользуются, у нее известный трафик и поэтому получить ссылочку даже с такой службы доставки очень неплохо. Даже если вы на сайте Укрпошты разместитесь, почему бы и нет. Второй тип ссылочек, которые можно посмотреть, да, это партнерские ссылки от поставщиков. Например, как вы видите на сайте Huawei Украина, да, Huawei правильнее произносить, есть ссылочка на сам магазин Confi, который его продает, то есть сам сайт Confi его не продает, он просто его презентует, но где его можно купить, ведет на конкретные магазины и скорее всего оно будет где-то ближе к низу, в каких магазинах его можно купить. Сайт, конечно, тяжелый, долго грузится. Ага, вы оригинально спрятали картинки в магазине купить и вы имеете список магазинов просто в виде иконок, но иконки ведут на конкретной страничке товаров. Ну и не нужно, чтобы пользователь блуждал, а сразу перешел и купил. И это реализовано, конечно же, очень банально и просто. И у многих сайтов поставщиков есть такой функционал. Если вы продаете этот же товар, попросите вас добавить на такие странички и получаете трафик сразу из одной ссылки с очень сильных поставщиков. То есть ссылки с поставщиков, ссылки с партнеров доставки, это вам нужно делать на начальном уровне и даже, я бы так сказал, SEOшник здесь не нужен. Здесь скорее всего нужен ваш менеджер по закупкам, который умеет общаться и просить эту эту информацию размещать. Если вы этого делать не будете, есть высокая вероятность, что конечно же вы не получите эти ссылки, а получит ваш конкурент и будет в высшем выдаче. Следующее, на что мы посмотрим, конечно же, это банки. Ссылки с банков, потому что многие работают через оплату по частям. Например, в Украине популярна оплата частей на ММН-банк и аналогично такая же функциональность у Приватбанка и там есть сайты-партнеры. Более того, у Привата есть бонус плюс и я уверен, что у большинства банков есть какие-то интересные программы, в которых можно принять участие. По-любому принятие участия стоит вам какой-то части прибыли с каждого продаваемого товара, но наличие ссылочки с очень сильного банка иногда может быть хорошим подспорьем. И даже если вы хорошо правильно рассчитаете свою бизнес-модель, чтобы продавать, помните, что триггер покупки оплатой частями действительно очень сильный, потому что многие люди предпочитают покупать дорогие вещи более 2000 гривен, это примерно 5000 рублей. Вот больше, если товар стоит больше этой суммы, они предлагают покупать это в рассрочку и рассрочку брать чаще всего. Следующий какой тип ссылочек можно посмотреть, это ссылки со статей на статьи, про это мы рассказывали в отдельном вебинаре в разделе белого линкбилдинга. Этот вебинар вы можете посмотреть, я также выступал по этой стратегии на сайте Ягла, выступал на их вебинаре, доклад делал на тему белого линкбилдинга. Классическая статья, которая ссылается на статью блога. Такие ссылочки считаются очень вкусными, потому что Google любит, когда линкуют полезный контент, а полезным контентом часто является какая-то инструкция, которую вы написали. И здесь написанная статья довольно-таки на хорошем блоге хорошо расписана с ссылочком блога материала Комфи, где они говорят по материалам Комфи написали свой материал. Ну то есть есть вот большая статья, как подключать два монитора. Как писать такие статьи? Да пожалуйста, соберите контент-план, начните, создайте себе блог, сделайте микроразметку для этого блога и начните писать статьи. Помните, что статьи могут вам принести действительно много трафика. Вот эта статья, например, 66 ключевых слов имеет в ранжировании. И это очень сильный плюс для сайта, фактически он дает ему стабильный органический трафик, как в России, так и в Украине. Мы можем сейчас посмотреть, это Россию показывается и теперь мы посмотрим в Украине, какие ключевые слова ранжируются. Правда видно, что ранжируются не в топ-10, потому что явно не прокачивали специально, но прокачивать мы рекомендуем, потому что статьи я показывал в своих кейсах, как мы добивались вывода статей на первые позиции формирования вот этой органической подушки. Следующие линкбилдинг-стратегии, которые мы можем увидеть здесь, это конечно же их расположение на точках аренды магазинов. По-любому, если вы где-то арендуете магазин в торговом центре, у каждого торгового центра есть свой сайт. И, например, ТРЦ Фабрика, незнакомый достаточно торговый центр, имеет свой собственный сайт, где можно добавить ссылочку, конечно же, на себя, на свое расположение. Это фактически справочник, но только специфический справочник, а справочник, где находятся филиалы ваших организаций. Поэтому и очень хорошо размещать себя не просто на улице магазин, а размещаться в торговых центрах, потому что вы получаете сразу два зайца. По одной простой причине, торговые центры часто сами размещаются в специализированных справочниках и там указываются организации, которые в него входят и это дополнительные ссылки вам. Плюс торговые центры, как бы вы себя располагаете как справочник, по классическим справочникам, таким образом вы получаете больше ссылок по стратегии справочников, просто открывая свой филиал в торговом центре. Конечно же, торговые центры по аренде стоят дороже, но следует забывать, что торговые центры еще и позволяют отлично продавать товары. Туда приходят пользователи для того, чтобы их покупать. Поэтому прекрасно настроить маркетинг оффлайновый и вы можете прекрасно сосуществовать онлайновым и оффлайновым и таким образом дополнять друг друга, выстраивая линкбилдинг только на этих этапах. Я не рассказываю про классические SEO ссылки, классические SEO методы по одной простой причине. Про них уже все все рассказали, про них все все знают. Поэтому я стараюсь уделять внимание тем вещам, которые вы можете сделать самостоятельно, своими руками и реализовать это при помощи своего программиста, своего копирайтера и, конечно же, своего секретаря, менеджера, который сможет договориться о таких ссылках. Я специально обхожу всевозможные стратегии, которые я называю больше серыми. Это биржа, типа Миролинк, GoGetLinks, это биржа Сейп, это биржа Коллаборатор, это все биржи. Это заказ ссылок на форумах, классический крауд-маркетинг, это заказ публикаций на бирже статей, PR News, например. Это все стратегии, которые обычно мы считаем серыми. Мы рекомендуем сосредоточиться именно на белых стратегиях линбилдинга и поэтому я стараюсь обходить все спорные стратегии в этом видео и сосредотачиваюсь исключительно на белых стратегиях продвижения вашего бизнеса. Ну и, конечно же, как мы видим классические, вот мы видим пропускаем торговые центры, партнеров, мы видим огромное количество ссылок высококачественных как раз от партнеров. Ну и есть еще классические новостники. Как вы видите, вот есть иногда публикуют новостные публикации на сайте и они ранжируются. Не всегда сайты адекватные, не всегда сайты есть, но часто акции на разные интернет-магазины могут публиковать у себя на ресурсе. Поэтому вы должны понимать, что новостные публикации тоже очень хороши. Неплохо, конечно, ловить новостные публикации из своего гео и, конечно, представлять правильный инфоповод. Вы интернет-магазин, вы что-то продаете. Поэтому лучший вариант написать о какой-то вашей акции, о какой-то распродаже. Например, вы что-то раздаете, вы что-то предлагаете бесплатно. Например, Steam привлекает к себе огромное внимание, когда раздает какую-то игру бесплатно для всех пользователей. Соответственно, для покупателей каких-то вещей, если вы что-то дарите в подарок, и это то, что вы дарите подарок действительно существенно и стоит денег, об этом можно даже написать, что компания дарит там всем покупателям, это то-то. То есть компания дарит что-то там такое сверх необычно дорогое. Вот у вас вы накупили это и решили на фоне это сделать акцию. Про это могут и написать в статьях. Это может действительно привлечь себе большое количество ссылок. И такие статьи могут привлечь себе внимание. Вопрос только, что вы будете раздавать, с каким ограниченным периодом и на сколько, определяется уже ценностью того, что вы раздаете. Если раздаете коробок спичек, это никому не интересно. Поэтому здесь вы должны понимать, что вы предлагаете. И просто расширенная гарантия тоже этого новости не привлечет. Помните, что привлечет то, что действительно имеет громкий инфоповод. Поэтому в новости лучше соваться с чем-то действительно интересным. Едем дальше и смотрим, что здесь еще есть. Кроме классических партнерок, партнерских ссылок от партнеров, мы видим, что особо больше никаких других хороших ссылок в топе нет. Но есть интересная статья, связанная с подборкой наикрающих рецептов маринованных огурцов. И самое интересное, что это классическая такая статейка с ссылочкой на статейку. То есть и здесь идет ссылочка на то, как, наверное, готовить маринованные огурцы на сайте. Да, конечно же, что мы имеем. То есть ссылается подборка на подборку. Я тут все время полностью согласен. Пустых страниц не должно быть. Пустых страниц, страниц, заполненных неосмысленным содержимым. А если товара мало? Ну, пусть лучше хорошо заполненных мало товара, чем плохо заполненных много товара. Это реально важно. Потому что если мы возьмем 10 тысяч позиций и просто выльем заголовок, скопированная картинка, две характеристики и зальем это на какой-то веб-ассист часто, и Google и Яндекс половину даже не проиндексируют. То есть мы зальем эти 10 тысяч, в индекс зайдет тысяча, а потом Google и Яндекс все остальное сгрузят в раздел страница некачественная. Ну, у Google это называется просканировано, но не проиндексировано. То есть это видно в сетч-консоли. И он просто не будет это воспринимать. И вы, что плохо, почему так действительно очень плохо делать, потому что вы потом от этого будете очень долго избавляться. То есть вам потом придется создавать очень много качественных страниц, чтобы избавиться от той негативной истории, которую вы наплодите плохими страницами на старте. И еще хуже то, что это долго выходит из индекса. Даже потом вы начнете это наполнять, удалять этот мусор. Это может длиться полгода. У меня есть такой случай в практике такой. У нас был интернет-магазин, который пришел на продвижение, и у него 600 тысяч страниц было в индексе при 100 тысячах товаров. 100 тысяч товаров на сайте, 600 тысяч в индексе. То есть это куча мусора. И этот мусор полгода выходил из индекса. Полгода. И он вышел из индекса, и пошли позиции вверх. Но полгода мы занимались ровно тем, что просто чистили мусор. На самом деле такой линкбилдинг, это то, что мы рассказывали, это белый статейный линкбилдинг. Да, его можно называть серым, потому что иногда ссылки покупаются методом обмена денег. Но если правильно его выстроить для гугла, этот линкбилдинг и классический, допустим, гостевой постинг, классическая публикация полезного контента на другой площадке, кажется одинаковой. И здесь уделите внимание как раз именно тому, что статейный на статейный линкбилдинг, он действительно имеет место у крупных компаний. Все остальные методы линкбилдинга на самом деле сложно выделить белыми. Исключением становятся такие программы, как социальные программы. Вы можете объявить конкурс благотворительности, поделиться чем-то, например, как Макдональдс, и говорят, что Макдональдс продает еду. Нет, Макдональдс продает эмоции. Он продает не еду, и это все знают, особенности бренда, все читали книги, посвященные этому, как работает бренд Макдональдс. И они продают эмоции. Так вот, вы можете добавить эмоции в ваш бизнес, займитесь благотворительностью, начните кому-то помогать. И поверьте мне, если вы будете публиковать информацию о том, что вы кому-то помогаете, этой информации легче делиться в СМИ, ей легче делиться в соцсетях. И она больше будет стимулировать пользователей покупать у вас, если вы будете регулярно об этом отчитываться. Это не должна быть разовая акция, это должна быть периодичная акция для того, чтобы формировать ваш бренд. И для линкбилдинга это тоже пригодится, потому что такой контент приятно продвигать. На него легко выстраиваются ссылки. На него выстраиваются такие ссылки, которые не купятся ни на одной бирже. Выстраиваются очень качественные ссылки. Их обсуждают, их комментируют, и, конечно же, контент на них представляет максимальную ценность для вашего бренда. И, собственно, мы завершаем этот обзор как раз тем, что к этому моменту вы подходите к тому, что надо продвигать бренд. И проработав все эти этапы, включая от структуры до благотворительности, вы делаете свой бизнес таким сильным, что вы спокойно идете в Википедию и пишете про себя статью, что ваша компания славится тем-то, проводила такие-то конкурсы для студентов, проводила такие-то вещи, насчитывает какое-то количество сотрудников, потому что к этому времени вы, возможно, вырастите. И там предоставьте данные какие-то о вашем обороте, что там продает столько товаров, имеет такой-то ассортимент гигантский. И там руководитель такой-то выступал в таких-то публикациях, давал такие-то интервью СМИ. А все это можно будет сделать, если вы проведете весь этот этап, без каких-либо пауз, без каких-либо пропуск, начиная от микроразметки и структуры, и заканчивая наполнением карточек товаров, которые, конечно же, у вас должны быть правильно заполнены согласно всех рекомендаций Google. И когда вы эти все вещи сделаете, вы станете таким же брендом, как и тот, который мы сейчас изучали на наших, просто под наши лупы, через Ахрепс, какой линдбилдинг они делают. И тогда у вас будут действительно шансы переранжировать таких сильных конкурентов и встроиться с ними в первую троицу. Поэтому напутствие вам я хотел бы добавить следующее. Вы должны продумать стратегию на год вперед, не на месяц, не на два. Продумать четко стратегию, прописать четко задачи, знать, какие вещи вам нужно внедрить, когда нужно запускать контекстную рекламу, как вам надо наладить процесс по описанию карточек товаров, как заполнять фотки, оформить фотобокс для фотографирования от ваших товаров. Да, это тоже нужно, как ни странно, свои фотографии работают лучше, чем сворованные отфотошопленные. Фотобокс для товаров – это нормальная ниша, нормальный вид бизнеса, нормальное ведение для интернет-магазина. Многие интернет-магазины, оптовики, в частности, даже себе таких сотрудников нанимают, которые просто распаковывают товары, фоткают и запаковывают обратно. Или делают даже видео распаковки параллельно в процессе распаковки. Потом фотографируют и запаковывают обратно. И весь этот контент собирается. Ценность этого контента на самом деле колоссальна, потому что он идет и в YouTube, и на вашей карточке товаров, куда угодно. Вы заполняете свою контент-базу. По поводу описаний товаров. Никто не нанимает сейчас копиратора, который в глаза ваш товар не видели. Пишет тот, кто как раз видит этот товар, разбирается в нем, читает про него, умеет его продавать, знает его сильные и слабые стороны. Поэтому хорошее описание товаров пишут только ваши хорошие продавцы. Все остальное – это можно смело удалять. Этот трэш, он никому не нужен и не интересен. Поэтому обязательно уделите внимание карточкам и описаниям товаров. По поводу блога. Блог пишите рафинированно. Не пишите 500 статей, пишите 2-3, но хороших, которые захочется продвинуть, на которые захочется выстроить ссылки. Про стратегии написания контента я рассказывал в предыдущем видео. Про 10-кратный контент, про тонкий контент, про технику небоскреба рассказывал в разных роликах. Поэтому как писать такой контент, я думаю, вы уже знаете, если смотрите наш канал. А если смотрите впервые, то подпишитесь и пересмотрите все предыдущие ролики, которые я перечислил. Ну и напоследок, когда вы уже продвинете свой сайт, сделайте его быстрым, наполните, помните, что любая ошибка может перевести к тому, что ваш сайт останется где-то на дне выдачи. Ошибка в индексации, ошибка в неправильной структуре каталога, ошибка в метах, ошибка в дублях. Поэтому очень грамотно проводить технические аудиты и желательно их делать каждые 3 месяца, проверять ошибки и выписывать их и вовремя исправлять. Все услуги, которые я перечислил, на самом деле мы предоставляем. Мы предоставляем услуги по проведению технических аудитов. Услуги, конечно, мы предоставляем по социальным программам. У нас есть набитый опыт, уже, говорится, руки, как размещать. Мы можем разместить справочник в компании, если не хватает у них руки, ресурсов. Многие вещи мы уже внедряли и внедряем нашим клиентам. Поэтому есть вещи, которые SEO-шник может взять на себя, но все зависит также и от вас. Вы должны наладить ряд процессов, чтобы вас можно было двигать и выстроить видение своего бизнеса. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Я думаю, можно будет интересные вещи обсудить как раз и на вебинарах, когда вы подключаетесь к нам каждую пятницу. Сейчас я буду постараться выходить почаще по пятницам, и мы будем обсуждать продвижение ваших сайтов в прямом эфире и, конечно же, комментировать ваши вопросы. Всем спасибо и до новых встреч!